Две легковушки столкнулись на трассе Нижнекамск-Чистополь. Есть пострадавший, когда ожидается вспышка эпидемии гриппа. Об этом не только в ближайшие несколько минут в прямом эфире новости в студии. Аделья Сиразова, здравствуйте. Семь человек пострадали в результате аварии на трассе Нижнекамск-Чистополь. По предварительной версии, водитель автомобиля Богдан, двигаясь по главной дороге из Чистополя в Нижнекамск, совершил столкновение с автомобилем 12-й модели, который выехал с прилегающей территории. В результате обе машины угодили в кювет. Истекает срок оплаты имущественных налогов. Он подлежит уплате не позднее 1 октября. Сейчас в налоговой службе небольшой ажиотаж. Те, кто не торопился оплачивать налоги ранее, теперь делают это в экстренном порядке. Какие еще изменения произошли в налоговом законодательстве, мы расскажем в итоговом выпуске новостей. 18 часов 30 минут. Ближе к концу года врачи ожидают эпидемию гриппа. По прогнозам, вместе с привычными штаммами этой зимой к нам снова придет свиной грипп. Потому эпидемиологи советуют сделать прививку. Вакцинация началась еще в середине августа. В первую очередь прививки делают детям. В течение этой недели должна прийти и вакцина для взрослых. В общей сложности в этом сезоне планируется привить от гриппа треть населения Нижнекамска. Более 25 тысяч человек приняли участие в кроссе нации, который прошел в Нижнекамске. Участниками массового забега традиционно стали трудовые коллективы, утящиеся с УЗов и ВУЗов, спортсмены и жители города. Собралось и немало зрителей. Первыми на старт вышли люди с ограниченными возможностями здоровья. Следом состоялся забег детей, а после руководителей предприятий и учреждений. По окончанию соревнований всех ждал горячий чай и каша. О погоде за окном сегодня плюс 25 солнечно, завтра ожидается плюс 22 градуса. В Нижнекамске уже более двух недель разыскивают пропавшую девушку. Что произошло, а это и многое другое, смотрите в следующих выпусках. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70. Также мы ждем ваших сообщений на сайте ntrtv.ru. У меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин